Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах. Мои фавориты за месяц, ну с небольшим. Я вам расскажу, немножечко покажу книги, немножко расскажу про сериалы, про фильмы и уход, косметика и так далее. Я очень люблю смотреть видео о фаворитах у других блогеров. Не знаю, меня не завораживают, обожаю. И сама люблю снимать видео о фаворитах. Надеюсь, вам понравятся мои фавориты. Начну с книг. Я сейчас читаю сагу о фаворитах Джона Глсорси. Я ее уже читала 10 лет назад. Вот у меня такой двухтомник. Это издание 1979 года. По-моему, я вот посмотрела. И это прекрасно, знаете, 1973 года. Она пахнет так приятно. Вот, не знаю, когда типография использовала, видимо, другая бумага была, другие чернила. И вот запах этих книг, ну это непередаваемое ощущение и отдельное удовольствие их читать. Последний раз я читала эту книгу 10 лет назад, как я уже сказала. Я была в положении, была беременна. И вот как раз читала эту книгу и просто наслаждалась. Наслаждалась процессом в полной мере чтения и своего на тот момент прекрасного положения. И вот сейчас перечитываю. Понимаю, что это, конечно, бесподобная классика. Великолепные персонажи, переживания. Очень, 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 очень я люблю. Когда я первый раз прочитала ее, потом сразу же посмотрела не организацию, а экранизацию этого произведения в двух вариантах. Одну более старую, еще в черно-белом варианте, и другую вот современную в цветном. Очень обе понравились. В цветном, наверное, немного больше, но это все на любителя, знаете. Так что, если не видели, посмотрите. Классно. Также мама моя привезла нам много альбомов по искусству, по живописи, современной, классической. И вот мы, я смотрела, и с сыном мы вместе смотрели вот эту книгу. Что-то я там потом читала из нее. Это собрание художников Русского музея. Я обожаю, 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 обожаю. Знаете, сразу вспоминалась, вспомнилась мои годы учебы в художной школе сначала, потом в Академии Брюлов, Репин, Кандинский. Ну, все-все-все-все-все-все сразу вспоминается, и ты просто переносит тебя в какое-то другое измерение. Зинаида Серебрякова. Ну, это великолепно. Это наша классика, это наше достояние. Петров Готкин. И вот мы вместе смотрели с сыном, восхищались. Брюлов ему очень понравился. Я, кстати, тоже очень люблю Брюлова. Особенно вот когда была маленькая в детстве и увидела первый раз его картины. Это меня они очень поразили. Вот. Красивые женщины и, не знаю, подача. Подача мне очень понравилась. И вот в этом альбоме здесь все художники, и в конце идут сноски о каждой картине, написано немного и немного, написано о самом художнике. В общем, это, конечно, прекрасно. Искусство в таком варианте, когда вы смотрите, когда вы ходите в музей, это настолько вас подпитывает, ну, не знаю, меня лично подпитывает изнутри, вдохновляет. Не обязательно на какое-то творчество, просто от этого очень хорошо. Все, перейдем к более, к более, ну, к другому плана вещам. Вот здесь моя корзина и фавориты ухода, косметики и так далее. Начну, наверное, с умывания. Я уже давно не раз покупала вот это вот средство для умывания от La Roche-Posay Tolerant. Вот так она выглядит. Это такая кремовая, кремовая, кремовой текстуры умывалка. Она такая прям вообще густая-густая, ее вот так вот прям встряхиваешь, чтобы она вам на ладошку выдавилась. Это очень классное средство, например, утром вы умываете. Или если вы весь день там ходили без макияжа, вот просто для очищения кожи. Это не снятие макияжа, она вам не смоет там тушь, тон, тон, тональные средства, пудры и так далее. Только размажет, потом все равно придется умываться чем-то более таким серьезным. Но сейчас у нас лето, я не крашусь вообще практически. Поэтому вот на лето она прекрасно подходит. Она не пересушивает кожу, она убирает вот этот кожный жир, который накопился, например, с вечера. Пока вы там ложитесь спать с ночи, да, вы просыпаетесь, обязательно нужно мыть лицо. Вот это средство идеальное. Идеальное, очень легкое, очень такое полупрозрачное, не раздражает, подходит для любого типа кожи. Классно. Если я наношу макияж, я сначала снимаю весь макияж вот этой вот мицеллярной водой, потом уже умываюсь вот этим вот ла рош пассейн. Мицеллярная вода у меня была, у меня была, кстати, авиан мицеллярная вода, ла рош пассейн мицеллярная вода, и вот сейчас я купила себе гарнир. Это более бюджетный вариант. Слушайте, он вообще отличный. Мне очень понравилось. Гарнир скин актив, пьюр актив. Вот так она выглядит. На раз, два, три все снимает. То есть на все лицо мне нужно, ну, например, 4 ватных диска, чтобы просто полностью смыть, потом лицо чистое. Хорошее, хорошее средство я могу смело рекомендовать и более бюджетное. Так, дальше уход. Я вам уже показывала. Ла Мэр у меня вот такой вот лосьон и легкий-легкий-легкий-легкий такой крем. Крем тоже, крем-лосьон нравится. Да, многие написали, что, немногие, что это в голове, все у нас, да, я согласна, да, это все психология, все это. Но, тем не менее, когда я пользовалась какими-то другими кремами, да, у меня могли быть высыпания и еще что-то. Не потому, что они мне не нравились. То есть тут такая тонкая грань. Средства прекрасные. Дальше. Я люблю загорать, но не лицом. Если я иду загорать на пляж, я наношу SPF. Чтобы как бы поддерживать загар, я наношу иногда автозагар. Автозагар. И вот это вот два средства. Это лучший, самый лучший автозагар, который у меня только был. Джеймс Рид, я уже говорила о них. Значит так, вот это вот маска для лица. Sleep Mask. Она так называется, потому что, ну как бы по идее, вы ее наносите на ночь, ложитесь с ней спать, просыпаетесь, такая вот отдохнувшая персик. С персиковой кожей. Но ее не обязательно наносить на ночь, можно в течение дня ее нанести, и с утра, и к вечеру у вас проявится не яркий, не морковный, не оранжевый, не вот такой ненатуральный, очень легкий оттенок загара. Если вы хотите его сделать поплотнее, просто нанесите потом, ну вот два дня подряд наносите ее, например. Не чаще, потому что, ну потом уже такой перебор. Это я про свою кожу говорю. Она у меня уже довольно загорелая, такая персиковая, да. Если вы вот такая белая кожа, очень аккуратно с ним попробуйте где-то вот, например, на зоне руки вот здесь на ночь нанести, посмотреть, как он у вас проявится. И Джеймс Ридт Экспресс Глоу Маск Фо Тело. Фо Тело, господи. Экспресс Глоу Маск Боди. Маска для тела. Вот это вообще бомба. То есть вы ее наносите на все тело, буквально, ну я не знаю, минуту вы можете там голышом походить, все, потом можете смело что-то одевать. Ну, что-то я не имею в виду в обтяжку, там джинсы, стрейч, что-то легкое, там какой-то сарафанчик легкий или еще что-то. И тоже смело идете спать и потом просыпаетесь реально очень круто загорелой и с натуральным оттенком. Но с ней нужно быть аккуратной в плане нанесения. То есть нужно или использовать специальную губку. Я не использую, потому что я уже как бы приноровилась, у меня не получается разводов. Иногда на ногах, но это так, не криминально. Очень надо хорошо ее разносить, очень, чтобы избежать разводов. Но вот если вы, у вас сейчас зима, да, и вы хотите немножечко так вот освежить, немножко таким загаром натуральным свое лицо и тело, смело рекомендую. Джеймс Рид, это просто бомба, это бомба, мне очень нравится. Дальше появился у меня вот такой фаворит, крем для рук. От компании Лилаба. Вот так он выглядит, с такой помпой. Sweet Almond, сладкий миндаль. Он великолепный, он бесподобный. Запах, консистенция, он не скатывается, его нужно совсем чуть-чуть. Руки становятся бархатистые, нежные, мягкие. И запах, вы знаете, вот эта фирменная одушка Лилаба, которая присутствует, ну, даже в ароматах, да. Вы не спутаете аромат Лилабы ни с одним другим, потому что вот этот фирменный стиль, он ощущается. Он ощущается даже здесь, даже в креме для рук. Обалденно. Если любите крем для рук, попробуйте. Здесь 250 миллилитров, расход вообще минимальный. Великолепный, великолепный. Я пользуюсь, мой муж пользуется, нам очень нравится. Так, лак для ногтей. Мой самый сейчас любимый лак, это вот этот от Chanel 580 Celebrity. Он просто обалденный. Вот смотрите, как он блестит. Когда вот вы его наносите, и когда он высыхает, блеск остается, и вообще такое ощущение, что это шелак или какое-то такое специальное покрытие. Ну, нет, это вот просто лак. Обалденный лак, классный черный цвет. Я люблю черные ногти. Для меня такая классика, можно сказать. Это подо все подходит. В плане стойкости. Chanel не очень стойкие лаки, но цвет, как они ложатся, как они высыхают, это, конечно, все. Можно простить за это их не особенную стойкость. В общем, первый день великолепно, второй день великолепно, третий день начинаются вот уже такие маленькие сколы. Но если я, например, убираю квартиру или там что-то, посуду мою или еще что-то, ну, это может произойти и на второй день тоже. Но вот когда на выход вам нужно что-то такое быстро накрасить ногти, то да, очень классный. Очень. Мне нравится. Цвет 580 селебрити. Девочки, запомните. Так, косметика. Ну вот опять Chanel у меня, да. Вот эту тройку я очень люблю. Она, не знаю, буду ли я ее покупать еще или нет. А в силу ее, ну, пальцем надо туда лезть как-то. Ну, все время там, конечно, я мою руки перед тем, как краситься. Но тем не менее, с собой куда-то взять и вытащить там, начать ей краситься руками не очень удобно. Или нужно иметь специальную кисть, или, да, мыть руки все время. Консилер, румяна и хайлайтер. Консилер, он темный, но мне сейчас он очень хорошо подходит. Его можно использовать как скульптор, то есть наносить сюда, немножко сюда, сюда, под подбородок. Ну, не знаю, кто-то там на нос наносит и так далее. Очень натуральный эффект, хорошо распределяется, не сухой, не подчеркивает там ворщины какие-то, сухости. Все с ним хорошо. И румяна, вот сейчас они на мне. Они очень клевые, у них такой, мне кажется, натуральный эффект, такой вот красный. Мне они очень нравятся. И хайлайтер крайне натуральный, крайне, ну, тут, крайне такой носибельный. Давайте я попробую вам сделать свотч хайлайтера, например. Так, сейчас я его вот сюда нанесу. Но, ля-ля, ничего не видно. Пардон, камера не передает, потому что он, ну, он, он просто очень-очень натуралистичный. Натуралистичный. Так, и две помады. Вот как бы из декоративной косметики нет у меня никаких фаворитов. Повторюсь, крашусь мало. Ну, как-то. В основном для видео. Вот эта красная помада, очень часто она в моих видео. Это самая моя сейчас любимая красная помада, уже, наверное, год. Это My Red от By Terry. By Terry, вот этот кликстик. Вот такая вот помадка. Вот так вот вы ее наносите. И вы посмотрите, какой это красный. Посмотрите, какой он классный. И она очень бархатистая. Ее практически не чувствуешь на губах. Великолепная помада. Обожаю, обожаю. Одна из самых, наверное, лучших вот таких вот красных, красивых матовых помад. До этого у меня была Chanel Rouge Velvet. Тоже очень хорошая, но слегка сушила губы. Это нет, это не сушит. Вот прям могу смело рекомендовать. И вот эта помада, подарок от Лизы. Лиза, если смотришь, прям спасибо тебе большое. Я ее обожаю. Ношу практически каждый день. Она вот на повседневность отличная. Это у нас Lancome Rouge in Love в цвете 159B. Вот так красиво выглядит футляр. И вот такой цвет. Он в стике кажется очень ярким. Да, вот такой прям коралловый. Но посмотрите, посмотрите, какая она на самом деле. Она как увлажняющий бальзам. Полупрозрачная, с глянцевым эффектом. Но при этом она стойкая, она увлажняет губы. Она реально вот на губах как бальзам ощущается. Очень приятная помада. Очень. С удовольствием ее ношу. Прям балдею, Лиза. Спасибо. Так, и три аромата. Три аромата, которые я ношу сейчас прям вот только их. Даже прям самой скучно. Первый. Лилаба тонко. Тонко 25. Это их новинка. Но для меня это красота неописуемая. Неописуемая красота, медовость, мускус. Знаете, мускус здесь чуть-чуть даже грязноватый какой-то. Но за счет вот этой медовой сладости и какой-то терпкости это звучит необыкновенно хорошо. Муж мой говорит, что это какой-то дерзкий аромат. Не знаю, что он подразумевает под этим. Но пусть будет дерзкий. Мне нравится. Может быть, есть в нем какая-то дерзкость. Обалденно. Я в том году явилась просто фанатом марки Лилаба. И думаю, в этом году продолжать, конечно, более тесное знакомство с ними. Вот тонко 25. Великолепный аромат. Дальше. Сейчас жарко. Горденья, Шанель просто идет почти каждый день. Очень такой изысканный, тонкий. Аромат такого дорогого ухода, знаете. Подходит под любое состояние. Будь то расслабленное лежание на диване дома. Хочется что-то такого изысканного. Горденью нанесли и вам так хорошо. Или вы идете куда-то в гости и так далее. Тоже прекрасно. Прекрасный шлейф. Не яркий, не такой, не громкий. Тонкий. Вот именно тонкий, элегантный. Крайне женственный. Бесподобный. Бесподобный. Горденья. Очень мне она пришлась ко двору. И Гроссмис. Гроссмис. Это вот, знаете, у меня три аромата этого дома. И это мое сокровище. Этот аромат Пхул Нана. Это такой, знаете, это олдскул, это ретро. Эти все ароматы воссозданы по старым именно формам. Когда вот они только-только появились. У меня есть видео об этом доме. Если кому интересно, посмотрите. Здесь, ну это восток, ну ретро-восток. Знаете, очень пудрово, очень насыщенно, очень цветочно. Цветы здесь тоже, знаете, герань, например. Да, герань и ланг. И звучат они совершенно по-другому. Знаете, если современный ланг, я могу его сразу вообще раскусить, разгадать. Все понятно, нравится мне или нет. То здесь это вообще, это совсем другая история. Это совсем другой посыл. Этот аромат необыкновенный. Каждый раз, когда я в нем, все даже спрашивают, что это такое. Потому что он звучит просто очень-очень-очень необычно. Так, и последние мои фавориты, которые я вам хочу показать, это клипсы. Сейчас я вам здесь найду, у меня здесь клипсы. Вы знаете, что я очень люблю клипсы. И недавно мы ездили чуть-чуть отдохнуть за город. И вот я купила себе вот эти желтые клипсы. Они на мне очень красивые. Это пластик, но хороший пластик. Выполнен, ну как будто бы это, да, такое стекло матовое. Очень красиво, мне нравится форма, и мне нравится вот этот вот желтый цвет. Также я себе купила, ой, не я купила, пардон, мне подарила моя подруга вот такие клипсы. Вот такие золотистые. Они уже более такие крупные. Под этот вот наряд бы они не очень пошли. И хит, хит моих приобретений, хитом стали вот эти вот невероятной красоты клипсики. Вот так вот они выглядят. Ну вы посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Это пластик, но тоже такой крутой пластик, мне кажется. Посмотрите, какой цвет. Ну это чудо. В общем, я везде ищу клипсы, я везде захожу во все магазины, в секонд-хенды, в антикварные магазины. Везде можно что-то найти. Редко, конечно, это бывает, но можно. Найти можно при желании, все что угодно. Так что пишите, пишите, какие у вас фавориты были за последнее время. Ой, забыла. Первый фильм, который понравился мне, но я его не буду больше пересматривать. В силу того, что, ну, все понятно, не было там таких цепляющих моментов, которые хочется перекрутить и пересмотреть. Но, тем не менее, фильм смотрится на одном дыхании. Очень такая интересная тема. Это Бёрд Кейдж, птичий короб, у нас перевели его, с Андре Балак, с Джоном Малковичем. Слушайте, такой был сюрприз для меня, когда там появился Джон Малкович. Это такая антиутопия, будущее, вирус. Люди не могут смотреть, потому что, нельзя смотреть, потому что что-то такое, нечто, что ты видишь, вызывает в тебе желание просто покончить жизнь самоубийством. Ну, вот такая вот, знаете, там история, как она спасает своих детей двух. Хорошо. Очень мне понравился сам сценарий, как написана. Простая, в общем-то, история, но вот как психологически это снято, очень круто. Посмотрите, с ней я не буду говорить о чем, чем там закончилось. Вот такая вот. Сандра Буллок, конечно, класс, класс. Как, я, знаете, не особо ее так любила, но вот пару фильмов с ней вообще очень изменило мое отношение. Она, конечно, талантливая, талантливая женщина, чего уж там говорить. Так, следующий фильм мы посмотрели, и мне он понравился. «Хрусталь». Фильм «Хрусталь» — это совместное производство Белоруссии, США и Германии. Показывается в 90-е годы, показывают девочка, сколько лет, 19, да, 18, она хочет эмигрировать в США. И вот, ну, такая история, знаете, она такая диджей, такая свободная, другая, короче. Вот она хочет эмигрировать, и что вот с ней происходит, вот этот процесс эмиграции, ее друзья, мама. Мне понравилось, как снято, очень круто снято. Напомнила по стилистике Ксавье Долана, вот, знаете, по цветам, по всему красиво снята природа. Ну, как-то вот хороший оставил фильм «Послевкусие» «Хрусталь». Посмотрите. Что еще из фильмов? Ну, наверное, все. Вот два, что прям так запомнилось, вот эти два фильма. Дальше сериалы. Просто меня поразил, в хорошем смысле этого слова, сериал «Парфюм. Аромат». Его перевели «Аромат». Это немецкий сериал про, ну, происходит убийство, убийство женщины по, знаете, как сразу вспоминается, Патрик Зюскинд, парфюмер, все вот это, волосы сбриты, там удалены. Не буду, не буду рассказывать, опять-таки. И все это нас, повествование приводит к героям, главное. Интересные персонажи, красиво сняты по стилистике, цвет такой мрачный. Знаете, вот в фильмах бывает выбрана какая-то вот цветовая гамма. Вот очень часто в таких вот мрачных сериалах выбрана какая-то цветовая гамма. Вот здесь такая зеленовато-золотистая гамма, и вот она вот весь фильм сопровождается. И, ну, то есть вы поймете, если будете смотреть, о чем я. Погружает вот в атмосферу этого всего. Очень классный фильм. Есть неприятные моменты там, конечно, но, слушайте. Последняя серия такая я бы поспорила, но, тем не менее, да, эффектно, эффектно снято. Если любите вообще парфюмы, если любите запахи, если вам это интересно. Здесь еще все это перемешано с человеческими отношениями, со странными отношениями. Класс, 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 класс. Класс, его бы я даже, наверное, пересмотрела когда-нибудь с мужем. Потому что я смотрела без мужа одна, и потом все время жалела, что надо-надо-надо с ним. Ну, вот, не получилось. Это вот прям вот он меня поразил и приятно удивил. Вот такой сериал «Аромат». Сериал «Аромат» немецкий. Все, на этом точно теперь все. Пишите ваши фавориты, что вам понравилось. Может быть, что-то порекомендуете из книг, из сериалов тоже. Будет очень интересно ваше мнение. Все. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.